Давайте я поговорю с вами о своём любимом гармонии — окситоцин. Это уникальный гармоний. Он даёт женщине, да и не только женщине, любому человеку, просто мы сегодня рассказываем в аспекте женской судьбы, он даёт ощущение внутренней ценности. Смотрите, вам не нужно одевать маски, притворяться кем-то другим, кем вы не являетесь. Вам не нужно ходить на курсы «Управляем мужчиной», «Гипнотизируем мужчину», «На курсы притягиваем деньги». Нет. Ты повышаешь окситоцин, и внутри тебя разгорается некий огонь. Ты становишься в своих глазах очень большой ценностью. И самое главное — ты становишься ценностью в глазах своего мужчины, своих детей, даже своей свекрови. То есть теми, кто с тобой наиболее близко общается, потому что чем чаще мы общаемся с людьми, тем больше у нас энергосвязи. Это как сообщающие сосуды. Каждое изменение в вас вызывает отклик в вашей энергосистеме. И мы говорим о том, что окситоцин называют гормоном любви, счастья, верности. Но дело в том, что на окситоцин реагируют в первую очередь действительно ваши близкие, но даже в незнакомой компании вы всегда будете центром внимания. Есть нечто, что иногда называют шармом, внутренним притяжением. Есть нечто внутри вас, и глаза всех людей останавливаются именно на вас. Это состояние королевы. Когда вы спокойно принимаете то, что вы центр Вселенной. И, мало того, люди без спора воспринимают вас как центр Вселенной. Мужчина ей не изменяет. Он просто не видит других женщин в поле своего желания. Он дарит подарки. Ему очень хочется, чтобы весь мир узнал, узнал, что у него королева, что у него есть некая ценность, некий алмаз. Ему хочется выводить вас в люди. Он боится вас потерять. Он ценит вас. Причём самое интересное — вас истинную. Это вот вечная женская потребность. Полюби меня такой, какая я есть. Потому что если мы начинаем притворяться, то какие у нас варианты? Притворяться всю жизнь и жить постоянно в страхе, что притворство раскроют, а ты истинная, никому не нужна? Есть нечто, что влияет на подсознание других людей, вашей энергии. Каждый гормон — это проводник определённой энергии. Можно учиться менять походку, имидж, макияж, навыки, в ту же спор, против. Можно всему научиться, а можно поднять один гормон и получить энергию из состояния королев. И просто привыкнуть к этому состоянию. Сделать его нормой, а не исключением. Очень часто мы говорим с вами о том, что у женщины хорошо, если есть мужчина, есть какие взаимоотношения менять. Но ещё и многие из наших девочек, увы, месяц, два, три, а то и несколько лет без мужчины вообще. И тут мы будем с вами говорить о другом гормоне — серотонине. Наверняка знакомы с этим гормоном, потому что наверняка рано или поздно кто-то из вас занимается диетой. Увы, кто-то, может быть, борется с депрессией. И мы говорим с вами о том, что в этих всех программах всегда есть какие-то базовые блоки для поднятия серотонина. Это желание жить, это желание действовать, это желание танцевать, это желание, когда из тебя бьёт фонтан энергии. И, конечно, улучшаются обменные процессы, прекрасное настроение, прекрасный внешний вид. Это жизненная активность, причём не искусственная, где заставляешь подняться с дивана и идти. Нет. У тебя внутри моторчик, который тянет тебя и туда, и туда, и туда. Это желание жить, которого, к сожалению, тоже сейчас достаточно мало в людях, в людях города. Почему нас интересует этот гормон? Помимо желания жить, там есть другой фактор. Серотонин входит в процесс образования феромона. Феромоны — это те вещества, которые на подсознательном уровне, нам говорят, что перед нами противоположный пол. Если у женщины низкий уровень серотонина, у неё низкий уровень феромона, и фактически для мужчины она вдруг товарищ и брат, сосед, хороший человек, может быть, не очень хороший человек, но уж никак не женщина. Вы понимаете, мужчину можно обмануть, можно схитрить, можно сманипулировать, можно затащить в зак, можно делать всё, что угодно. Но опять-таки мы говорим, полюби меня такой, какая я есть. А вы в шапке-невидимке, потому что если роза потеряла аромат, то на самом деле она становится невидимкой для подсознания мужчины. Мало того, мы говорим о том, что это отражается на настроении, это отражается на обменных процессах, это резкие падения энергии. Поэтому я всегда говорю, есть много путей достижения цели. Если у вас нет мужчины, можно бегать по церквям, снимать обед безбрачия, можно нырять в прошлые жизни, можно ходить на курсы манипулирования, магии, а можно взять то, что у вас есть, ваше собственное тело, и применить то, что вам дал Бог, ваши шикарные мозги, которые вы применяетесь куда угодно, кроме как в своей жизни. И просто научиться поднимать гормон. Потому что серотонин поднимается уже с третьего дня. Хотя, опять-таки, я всегда говорю о том, что выбор пути достижения, притяжения мужчины на своём поле, вы можете брать те техники, какие вам нравятся. Мы говорим о том, что серотонин с третьего дня уже может вам дать и блеск в глазах, и улучшение обменных процессов, и состояние истинного магнита для мужчин. Вас начинают замечать именно как женщину. Вас не просто начинают замечать, второй момент — вы уже нравитесь, не нравитесь, но вдруг в этом поле серости вас замечают в первую очередь как женщины. Это подсознательные процессы. Мы говорим о том, что очень важно понимать. Вот серотонин поднялся, вот у вас есть определённые энергии. Машина залита бензином, а вот только в какую сторону машина поедет. И напоминаю вам, что серотонин используется организмом для трёхсот процессов. То есть как только он вырабатывается, в организме он будет сразу со всех сторон дай, 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 сюда, 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 сюда. И если мы хотим, чтобы он пошёл именно на формирование нашей личной судьбы, нашего женского счастья, то желательно параллельно с практиками поднятия гормона, работать с намерениями, да, а чего конкретно вы хотите. И тут опять-таки сразу отвечаю на большой вопрос о том, что и в возрасте это всё прекрасно работает. с одной стороны. Люди, которым за 60, за 70, да, обменные процессы ниже, и раскачка гормона идёт чуть медленнее. А с другой стороны, как практик, я встречаю очень часто момент, что люди в этом возрасте уже хотят жить, они ценят удовольствие, у них очень много социальных устоев, для них уже не важны. И как ни странно, на практике пожилые люди очень часто получают результат быстрее, чем молодёжь. Именно потому, что они ценят удовольствие и счастье своего дня. Опять-таки, очень часто девочки меня спрашивают, Алёна, а если у меня там удалена матка, удалён и яичник, я вам ещё раз напоминаю, что в организме есть такой момент, как компенсаторная система. И на самом деле всё решает гипофиза и потоконная связь, которая находится у вас где-то в центре головы. Поэтому, мои хорошие, пока у вас голова на плечах, любые вопросы с гормональной системой можно решать.